На протяжении всей своей истории видеоигры копировали у кино. Есть много примеров, по большей части они мне кажутся не очень удачными. Как должна одна форма искусства заимствовать у другой? Или она должна быть целиком самостоятельной? Если вы знакомы с видеоиграми, то вы знаете, что современные крупнобюджетные игры очень много заимствуют у кино. От заставок до самой идеи брать актеров, от того, что история в принципе рассказывается через диалоги, до даже приемов операторской работы. Думаю, это много причин. Игорь, конечно, прежде всего пытается копировать реальность. Но лучше всего копировать реальность из искусства получается у кино, потому что это просто снимок нашего мира. Или может быть дело в том, что игры это в первую очередь развлекательная форма искусства, а из всех развлечений до сотого века, то есть того времени, когда игры появились, самым популярным было кино. Поэтому неудивительно, что они смотрели на кино как на старшего брата. В конце концов, и игры, и кино — визуальное искусство. И это просто логично, когда ты видишь игру, тебе хочется представить, что ты управляешь фильмом. Так или иначе, игры очень много заимствуют элементов киноязыка. Для начала пара слов о том, что это такое. Язык — это любая упорядоченная система знаков, которая служит для коммуникации, для передачи информации. Это могут быть, я не знаю, жесты или дорожные знаки. Если кто-то из вас изучает лингвистику, то знает, что дорожные знаки — это самый банальный пример, который приводят первокурсники, но он очень классно иллюстрирует эту мысль. И это, конечно, могут быть художественные приемы. Кино за больше ста лет своей истории выработало определенный набор приемов, к которым мы полностью привыкли. Это и кадр, и монтаж, и звук, и слова, и диалоги. Все эти вещи составляют киноязык. Да, я говорю довольно банальные вещи, но, мне кажется, мы редко об этом задумываемся. О том, что кино состоит из всего этого. Юрий Лотман, русский лингвист и литература ветвь, в 70-е годы написал книгу, ну как книгу, брошюра, она довольно маленькая, «Семёзька кино». И в ней он отмечает, что язык, в принципе, незаметен. Он становится заметен, когда он используется как-то особенно круто, красиво, художественно, или, наоборот, неправильно. А когда он используется нормально, мы на самом деле просто не обращаем на него внимания. Мы, как бы, существуем в нём абсолютно естественно. На самом деле мы так привыкли к киноязыку, что совершенно его не вычленяем. При этом любые его элементы несут какой-то смысл. Например, я не знаю, крупный план на героях, чтобы передать драматизм ситуации, или быстрый монтаж, или какое-нибудь особенное использование звука и так далее. Всё это передаёт какую-то информацию. Обычно мы обращаем внимание на все эти вещи, когда они как-то особенно необычно круто используются. Киноязык на самом деле очень сложная штука. Советую вам посмотреть личный канал Every Frame is a Painting, чтобы получше в нём разобраться. Всё, что я хотел подчеркнуть, просто что есть некий устоявшийся набор художественных приёмов, которые много используются в кино. Так вот, видеоигры. В какой-то момент, когда технологии стали это позволять, игры стали заимствовать самые базовые поверхностные приёмы из киноязыка. Заставки, игры актёров, диалоги, проходы камеры, или даже отдельные запоминающиеся кадры. Мне кажется, что даже в какой-то момент игры и сообщество вокруг них разделилось на два условных лагеря. Те люди и авторы, которые считают, что нужно развивать собственный язык игр, да, и использовать уникальные элементы, которые у них есть. Например, интерактивность. И другие, которые просто смело строят всё на элементах из кино. Uncharted — это серия видеоигр про искателя приключений Нейтана Дрейка, который путешествует по миру и охотится за сокровищами, сражается с пиратами, рыскает по руинам. В общем, ищет приключения. Я прямо за тебя! Авторы серии влюблены в палп-литературу и палп-кино начала 20 века, особенно в фильмы Republic Pictures и, конечно же, Индиана Джонса, который тем же самым вдохновлялся. Окей, если вы не знаете, Republic Pictures — это такая студия в начале 20 века делала фильмы вот ровно про это, про пиратов, людей в джунглях и волшебных капитанов. И на самом деле в первых трёх частях Uncharted герои — это такие архетипы из палпа. Вот хитроумный наставник, девушка в беде или особенно страшный злодей. Актёры и на самом деле сами персонажи как бы беззастенчиво и с большой отдачей отыгрывают эти вот клишированные роли. Первый Uncharted вышел в 2007 году, и тогда вообще игры начали как бы нащупывать, что можно делать в кино. Примерно в это же время появилась студия Quantic Dream, которую возглавлял и возглавляет Дэвид Кейдж. И я хочу вспомнить про неё, потому что для меня это квитэссенция всего самого плохого, что есть в этих вот кинемографичных играх. Самая известная игра Quantic Dream — это Heavy Rain. Она вышла в 2010 году, и это история про маньяка, который убивает маленьких детей. В ней большое количество персонажей, несколько параллельных линий, за которые ты играешь, и как бы постепенно рассказывается история. И эта игра очень плохо написана. Если бы Heavy Rain была фильмом, это был бы очень плохой фильм, в котором актеры ужасно играют, пафос зашкаливает и сценарий соответствующий. Это в том числе плохая история, потому что Дэвид Кейдж пытается рассказать эмоциональную историю, но он совершенно не понимает психологию людей и совершенно не понимает, как развивать и показывать персонажей. А на самом деле это самое главное в любом сюжете — персонажи. Наконец, собственно, игровая часть в Heavy Rain сделана тоже не очень хорошо, потому что интерактивные моменты здесь сведены к минимуму, и они заключаются в том, что нужно вовремя нажимать кнопки, появляющиеся на экране. Все вместе это составляет не очень интересный опыт, хотя я не буду отрицать, что в Heavy Rain на самом деле есть интересные идеи, там, некоторые моменты, например, состояние тревоги довольно здорово передано. Мне кажется, есть определенный консенсус по поводу того, как игры работают. В них есть интерактивность, игроку даются контроллер, мы управляем действием, и в идеале оно не должно прерываться на какие-то заставки или еще что-то, что не должно вырывать тебя из опыта. В конце концов, заставки — это же самое скучное в играх, правда? Неспроста их можно проматывать. Почему бы не рассказывать историю просто через дизайн уровней, через то, что ты делаешь непосредственно в игре? Есть масса положительных примеров таких игр, например, Gone Home или первая Bioshock, в которой для твиста в конце игры очень важно то, что ты именно играл в игру все это время. И, в общем, кинематографичность в этих играх сведена к минимуму. При этом есть куча плохих примеров кинематографичных игр, типа того же Дэвида Кейджа, про которого я только что говорил. Вроде все очевидно. Да, интерактивность — это действительно то, что делают игры уникальными. Но не то, что делают их хорошими. Мне кажется, это просто инструмент, инструмент для рассказывания историй, такой же, как и элементы киноязыка. На самом деле, мне кажется, что этим киноиграм просто не везло. Студии тратили не очень много денег на сценаристов, иногда даже бывали плохие актеры. Так или иначе, получались плохие истории, и люди уже после этого пытались как бы понять, найти причину, почему им не понравилась игра. Козлом отпущения, мне кажется, становился киноязык и элементы кино, заставки, идеологии, все такое. Я сам на селе так долгое время думал, что играм не стоит их использовать. И тут появляется Uncharted 4. До этого я описывал серию как что-то не очень серьезное. Как что-то, где чем больше, тем лучше. С гипертрофированными персонажами, кучей экшн-сцен, в общем, не очень серьезным отношением к делу. Собственно, авторы даже говорили, что в Uncharted они хотели просто сделать летний блокбастер. У них это получилось. Но в четвертой части все меняется, потому что история вдруг становится максимально человечной, драматичной и очень хорошо написанной. Тут гораздо больше рассказывается про человеческие отношения. Отношения главного героя с его женой, его братом, который неожиданно вернулся, с его наставником Салли. Например, в начале игры есть сцена, где Нейтан Дрейк, который отошел от дел, он у себя дома, общается со своей женой. Они, кажется, ужинают, и она настолько классно написана, что ты веришь, что перед тобой пара, которая достаточно давно была вместе. Игра очень хорошо обращается с человеческими эмоциями. Я не буду ничего спойлерить, но здесь есть и обман, разбитое сердце, возвращение к любимому делу, отчаяние, искупление. Все это происходит. В четвертую часть Uncharted писали три человека. Джош Шер, Нил Дракман и мой любимый журналист Том Биссол. Дракман до этого работал на The Last of Us, тоже очень хорошая кинографичная игра. Секрет этих людей в том, что они просто понимают, как работает кино и как с помощью его приемов рассказывать истории. Они знают, как писать истории, как прописывать персонажей, как делать это не слишком грубо, используя нюансы. И да, даже как использовать камеру и кадр. Честно говоря, я долгое время верил, что игры должны развивать свой собственный язык и не заимствовать ничего из кино. И я думал, что все игры должны быть как Portal 2 или Braid, в которых истории рассказываются с помощью геймплея. Но мне кажется, это слишком категоричный взгляд на вещи. Потому что на самом деле никакая форма искусства не существует в вакууме и не использует только свои приемы. То же кино, например, очень много взяло у театра и у литературы. Потому что никто не отменял мизансцену или тот факт, что у кино есть написанный сценарий, который... Ну, в общем, это просто текст. Или в кино, например, используется музыка. Или комиксы, например. Они используют элементы живописи и литературы. Но при этом, на самом деле, это отдельный вид искусства. Ну, опять же, со своими собственными приемами и особенностями. Так что игры идут по правильному пути. Мне кажется, важно помнить, что нет единственного правильного способа делать игры. Нет единственного правильного способа рассказывать истории. Нет единственного правильного способа использовать монтаж. Вот и все. Обязательно напишите, что вы думаете. Мне очень интересно. Считаете ли вы, что играм стоит удалиться от кино? Или наоборот, игры, которые активно используют элементы кино, на самом деле, самые лучшие? В общем, напишите комментарии и подписывайтесь на канал. Для этого, я не знаю, кликните на Uncharted. Она классная. И это не реклама Sony. Честное слово. А теперь посмотрим, что вы написали про портреты и селфи. Дед Максим пишет, что селфи стали чем-то автоматическим. Что люди фотографируются везде. В лифте, в машине. Чтобы качать, что они веселятся. Или покупают что-нибудь. Но мне кажется, это здорово на самом деле. Потому что селфи действительно выполняют коммуникативную функцию. И круто, что есть такая вещь, с помощью которой ты можешь передать так много информации. Где ты находишься. Что это ты. Какое у тебя настроение. И так далее. В этом смысле, конечно, селфи отличаются от искусства. И портретов. У них есть уникальные свойства. Диастакиев отмечает интересную вещь. Что статус вещей на самом деле меняется со временем. И что так же, как мы когда-то, может быть, надменно относились к портретам. А теперь относимся к ним серьезно. Так же мы, наверное, со временем будем и к селфи относиться серьезнее или проще. Ура, перемен. Спасибо, что смотрите. Мне очень приятно, что кто-то смотрит это. Марк Павел вспоминает про осознанность и говорит, что селфи работают как способ развернуться и посмотреть на человечество. Только если ты используешь их так. То есть, если ты не зациклен на себе и не делаешь селфи, а смотришь на них. Ну да, я на самом деле, собственно, видео вот это предыдущее сделал для того, чтобы показать, что на селфи, наверное, можно посмотреть как-то по-другому, чем мы привыкли, и через другую призму воспринимать их. Антон Назаров отмечает, что некоторые особенно качественные селфи можно перепутать с профессиональной фотографией. И это, на самом деле, отдельная тема вообще отношения Инстаграма и такой вот поп-коммуникативной фотографии, которую мы все используем в соцсетях, и отношение к профессиональной фотографии. И это очень интересно. Я не удержусь и скажу, что на самом деле в профессиональной фотографии, в ее части, как бы ценится не в первую очередь не техника, а не только насколько ты круто что-то сделал, а посыл, идея. И в этом плане Инстаграм можно воспринимать, в общем-то, как часть того же самого большого мира фотографий, как искусство. Гранит проводит параллели между деньгами и лайками, и пишет, что без большого количества лайков селфи, как бы на самом деле, не завершено. И получается, что портрет эпохи рисуют люди, у которых больше всего лайков, на которых больше всего обращают внимание. Мне очень нравится эта мысль, я ставлю ей лайк. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь и слушайте наш подкаст. В последнем выпуске мы говорим про комедию и стендап, и стендапщика Боб Бёрнова, очень крутого. И если вы не поняли, до сих пор видео и подкасты — это разные вещи. Я буду теперь всегда об этом напоминать. Хорошего вам дня. Субтитры подогнал «Симон»